Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите дайджест новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В сентябре этого года на выставке InvoExpo «Общество для всех» проектная организация SkyWay представила прототип электромобиля для людей с ограниченными возможностями Юнимобиль. Главная идея Юнимобиля – создание продукта, способного сформировать новый сегмент рынка услуг для людей с ограниченной мобильностью. В «Экотехнопарке» началась подготовка к испытаниям нового суперлегкого варианта струнных дорог. «Экотехнопарк» снова принял гостей, которые на практике убедились, что заезды транспортных модулей продолжают идти в штатном режиме. По результатам транспортной выставки «Инотранс» в Берлине российское издание «Независимая газета» выпустила статью, в которой изучила перспективные направления развития транспортных технологий. Особое внимание было уделено новинкам SkyWay. Приглашаем инвесторов и партнеров на конференцию SkyWay Capital в Екатеринбурге и бизнес-семинар в Вильнюсе, которые пройдут в ноябре этого года. А теперь поговорим об этих и других событиях более подробно. На выставке InvoExpo «Общество для всех», которое проходило с 12 по 14 сентября 2018 года в Москве, проектная организация SkyWay представила новую разработку – прототип электромобиля для людей с ограниченными возможностями «Юнимобиль». Работа над прототипом велась параллельно с созданием модельного ряда промышленных образцов подвижного состава SkyWay. Основными задачами разработчиков были масштабирование и оптимизация производственных процессов. Главная идея «Юнимобиля» – создание уникального социально востребованного продукта, способного стать основой формирования нового сегмента рынка услуг для людей с ограниченной мобильностью. Помимо этого, электромобиль выступает как вариант диверсификации прибыли проектной организации SkyWay, если патент на него производства будет продан стороннему разработчику. Узнать о том, как SkyWay планирует развивать инновационный электромобиль и выводить его на рынок, вы можете на нашем сайте. Проект SkyWay продолжает наращивать модельный ряд, и речь идет уже не только о транспортных модулях, но и о путевой структуре. Недавно в экотехнопарке началась подготовка к испытаниям нового суперлегкого варианта струнных дорог. По словам генерального конструктора SkyWay Анатолия Юницкого, насмотря на то, что трасса суперлегкая и имеет небольшую грузоподъемность, она может решать серьезные задачи. Суперлегкую трассу можно проложить к любой деревне или поселку, пересечь с ее помощью почти любую реку, потому как пролеты между опорами будут достигать 3 км. Посмотреть на то, как проходили процесс подготовки к испытаниям нового инфраструктурного комплекса, вы можете в новостном разделе на нашем сайте. Все те, кто не успел прокатиться на струнном транспорте SkyWay, смогут посетить экотехнопарк и наверстать упущенное. Такое обещание дало руководство компании ЗАО «Струнные технологии» в августе этого года после Экофеста. 6 октября первая группа желающих посетила испытательную площадку SkyWay и смогла на собственном опыте оценить работу струнной транспортной системы. Подчеркнем, что гости экотехнопарка самостоятельно организовали группу около 100 человек и обратились к руководству ЗАО «Струнные технологии» с просьбой организовать посещение. Если вы собираетесь последовать их примеру, важно соблюдать такой же порядок, так как незапланированные визиты маленьких групп невозможны в условиях текущего функционирования экотехнопарка. Посмотреть видеорепортаж прошедшего посещения вы можете на нашем сайте. На сайте российского издания «Независимая газета» вышла статья, посвященная перспективным направлениям развития транспортных технологий. В качестве обзорной площадки популярных тенденций транспортного рынка выступила международная выставка «Инотранс-2018» в Берлине, собравшая под своим началом тысячи экспонентов из разных стран мира. Среди новинок, заинтересовавших автора публикации, поезда на альтернативных источниках энергии и в струнный транспорт SkyWay. Ссылку на статью вы найдете на сайте SkyWay Capital в разделе новостей. Уважаемые инвесторы, партнеры, приглашаем вас на конференцию SkyWay Capital, которая пройдет 4 ноября 2018 года в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в центре города, в конференц-зале отеля «Онегин». На конференции вы узнаете об успехах развития компании SkyWay Capital в Уральском регионе, новости о технологии струнного транспорта, а также мы расскажем о ближайших перспективах роста и продвижения проекта группы компании SkyWay. В конце месяца, 26 ноября, мы также приглашаем инвесторов и партнеров на бизнес-семинар, который пройдет в Вильнюсе. Тема семинара «Дубликация. Как правильно построить успешный бизнес?» На мероприятии вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного бизнеса, значение дубликации в развитии бизнеса, как реализовать дублицируемую систему работы в каждом регионе, как построить успешную и активно развивающуюся партнерскую структуру и многое другое. Подробнее познакомиться с программами мероприятий, зарегистрироваться и оплатить участие вы можете в личном кабинете SkyWay Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok